Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава ЦАВ. Сегодня говорим о хлебном приношении. Жертвник работает. Человек принес хлебный дар. Коин его подносит к передней части жертвенника, так написано, и отделяет небольшую часть, горсть муки смешанной с оливковым маслом и ароматную смолу, это называется поминальная часть, сжигает эту часть на жертвеннике и остальная часть остается коину, которая ее приносит, вот так. От этой жертвы сжигается только часть. Итак, если мы рассмотрим большинство хлебных жертв, даже в случае, если написано, что это жертва, все сожжение, она вся не сжигается. Приносится жертва, берет свою поминальную часть. в зависимости от того, какая это жертва. Значит, если это жертва, испеченная в печи, приготовленная вода с мукой, опресновки маца, и помазанная наливкой маслом, коин переносит маленькую часть, сжег, остальное едят коины. Также, если просто мука смешана с маслом, тоже от нее берется часть, испекли, взяли часть, часть сожгли, остальное коином. Также происходит, если приготовили этот хлебный дар на сковороде или в горшке приготовили, только чай сжигается. И даже если это зерна, крупно смолотые, как первинки урожая, тоже сжигается часть, остальное достается коину. У коинов есть особая обязанность приносить специальный хлебный дар. Написано, что огорон возьмет амер муки и смешает его с маслом. Это много амер муки. То есть, банка взяет 3,9 литра по одному из комментариев. И получится лепешка большая. Потом ее испечет, преломляет ее пополам и сжигает утром. Часть утром и часть, когда идет жертва послеполуденная. От этой части никто не ест. Потому что написано, любой хлебный дар коина будет сожжен полностью. Никаких поминальных частей в данном случае. То есть, в этом есть различие. Допустим, есть еще различие, если это хлебное жертвоприношение в случае грехочистительной жертвы. Нет у человека денег принести даже птичку, он приносит хлеб. Но написано, что с этой мукой нельзя приносить никакого масла, никакой ароматной смолы, потому что это жертва грехочистительная. Вот коина тогда станется, будет есть статую. Вот такой закон. Теперь Тора пишет о жертвах грехочистительных. Если нужно принести грехочистительную жертву, человек принес ее, мы уже говорили в главной экране, какие бывают виды жертв, если приносит первый священник, или сангидрин, или царь, или кто-то из народа. Допустим, возьмем обычный случай, кто-то из народа принес козу. То взяли и зарезали эту козу и мажут рога жертвенника. Так называемое вожжение по углам жертвенника для всесожжения. В одзоре храма после этого из животного вынимаются внутренние части, жировые части, обе почки, жир, который на них, жир, который над тазом, отделит грудно-брешную преграду от печени. Это все сжигается на жертвеннике. Остальная часть свежуется, шкура достается коину, который резан, и коин обязан есть от этого грехочистительного жертвоприношения. Вот так вот. Даже если это козел, даже если невкусно, он обязан есть, чтобы скупить вину, и нельзя его вынести за территорию храма, и это жертва высокой святости, ее у нас есть до полуночи, то есть она отличается от грехочистительной жертвы. А потом написано о жертве повинной, о шан так называемой. То есть человек не знал, что это грех, сделал, потом он узнал, пришел, так-то и так-то. И здесь можно принести даже овцу. Овца более вкусное мясо. Написано, что для жертвы грехочистительный повинный один закон. Но приносится она по-разному. То есть если человек приносит повинную жертву, то коины не мажут рога жертвника кровью, а окропляют жертвник со всех сторон. Так же, как это делается при жертве всесожжения, или при жертве мирной. Вот так вот. Кроме того, когда деляют жировые части, то в случае жертвы грехочистительного написано, написано по-другому, написано, что отделит груда брюшную преграду от печени. Так скажу. А в жертвы повинной написано, возьмет груда брюшную преграду с частью печени. То есть есть различия. И если часть сжигается, и потом тоже коин также обязан есть на территории храма, и это тоже жертва высокой святости до полуночи. Мы знаем, что в таких случаях, если что-то осталось от такой жертвы, то она сжигается на следующий день. Вот так вот. Ее есть нельзя после полуночи. Потом интересно написано, что кто принес жертву грехочистительную, ну, по идее, и повинную также, сварил жертву, чтобы есть. если сварил ее в глиняном сосуде, то сосуд после того, как ее сварил, надо разбить. А если это медный сосуд, то его нужно промыть кипятком, и он годится дальше для употребления. В чем же разница? Ведь дома мы же не разбиваем посуду, после того, как мы что-то в ней приготовили. То есть, если это глиняная посуда, ну, что будет годами служить? Ничего, она кошерная, все нормально, сколько бы ты не сварил ни разу мяса там. Но Тора пишет, что если ты приносишь жертву, то максимально, допустим, это мирная жертва, что Всевышний разрешил нам. Если не съели на первый день, можно съесть на второй день. Это два дня и ночь между ними. А все остальные жертвы, повинная греко-очистительная жертва, надо ее съесть до полуночи. Так есть часть даже мирных жертв, которые до полуночи. Что получается? Если это глиняный сосуд и в порох останется частички мяса, то если мы его будем употреблять для следующей жертвы, то получается частички останутся от этого мяса и мы нарушим закон Торы. Из-за этого очень суровое наказание будет душа отторнута от народа ее. То есть серьезное наказание. Поэтому выхода здесь нет, надо бить этот сосуд. А что касается медного сосуда, там пор нет и туда мясо не попадает, кипяток есть, промыли кипятком и все. И можно после этого есть сколько угодно мясо, приготовленное этим способом в медной посуде. Вот так вот. То есть кашрут дома и кашрут храма отличаются. Вот это такие законы, о которых сегодня мы поговорили в принципе. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за понятие души Мойша бен Давид Берта бен Исраэль памяти Павел бен Ефим Яков бен Нахум Владир бен Григорий за здоровье Светла Абат Клара Шолом Йона бен Цара Шимон бен Ицхаг Инна Бат Мира Борис Бен Мария Мойша бен Маня Анна Бат Ривка Полина Пер Бат Соня Сура Лена Бат Лара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Эфим Бен Эстер Двор Бат Моисей Бен Ева Ирина Бат Двор Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Мэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мир Фей Бат Берта Ахи Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Лен Бер Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Хана Бат Аврагам Рафаэль Эрилей Бен Лариса Гали Бат Гид Дали Парна Сай Брюд Ладир Бен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха Парна Кавана Мазал То Что На это Времени Грешили Читали Тору Всем Желаю Крепчайшего Здоровья Продолжение следует